Никита, спасибо вам за стрим. На кето сильно худею. Ирина, вам спасибо, что сильно худеете. Тут люди сидят, годами не знают, что делать, как худеть. А вы, как вы смеете вообще? А у меня и так дефицит веса. Ну что поделать, а? Пришлось вернуться на низкоуглеводное питание. Что могло провоцировать похудение? Ирина, опять тут можно долго гадать. И непонятно вся ваша предыдущая история жизни, история болезни. На кето первое время повышается тоже метаболизм, уровень метаболизма. Потому что глюкогон, когда воздействует на печень, он воздействует и на митохондрии. И заставляет митохондрии делиться. Когда живы начинают гореть с непривычки. Живы начинают сгорать в митохондриях. И первое время не натренированы ферменты. Не хватает всех коэнзимов и прочего. И митохондриям приходится делиться в том числе. Потому что жиры медленно горят еще. Митохондрии делятся. Больше жиров сгорает. Поднимается. Снижается дыхательный коэффициент. Больше энергии выводится через дыхание. И через в том числе мочу. Потому что ацетон. Вы же кетоны в крови меряете. И еще и в моче. Кетоны через мочу. Выходишь за ацетон. То есть вы выдыхаете. И выписываете вот эти запасы жира, которые у вас были. Вот и так повышается метаболизм. Первое время на низкого углеводном питании. Как долго это продолжается? Как повезет. 6, 9, 12 месяцев. Как адаптация? Вот это первое. Это называется анкауплинг. То есть, так скажем, не успевает достаточно производиться энергии одной митохондрии. И тогда дается команда делись. Митохондрия делится. Появляется еще одна. То есть, когда человек снижает количество углеводов в рационе. И больше жиров работает в метаболизме. Разделяется. Митохондрии начинают делиться. Их становится больше. А есть тоже такая секта, которые за митохондриями. Гонятся, что митохондрии это вот наше все. Ну, там не все так просто, на мой взгляд. Конечно, побольше митохондрии хорошо. Так что это нормальный такой эффект положительный. Вот вы могли от этого худеть. Плюс еще у вас метаболизм может быть и сам по себе уже очень. Так ваша особенность, он у вас развит. Вот вы писали, что где вот опять чат потерялся. А у вас дефицит веса и так. Ну, как бы у вас по жизни метаболизм вот такой. Вот вы такая. Нельзя сказать, что какой-то быстрый или медленный. Вот он такой. Эффективный, так скажем. А вы сделали его еще эффективнее. Поэтому вы вес стали терять еще больше. Вот так как вы вроде женского пола, судя по имени-то и аватарки. Смотрите, чтобы цикл не нарушился. И то, что вы вернули немножко углеводов, да нормально. Мы же тут, ну, я не знаю, откуда вы. Но я из секты метаболизма. И у нас в секте метаболизма у нас все зависит от цели. Что вы хотите добиться в своем питании. Так вот. Спасибо за ваше внимание. Смотрите расширенную версию этой лекции на моем канале. Ссылка доступна в описании к этому видео. А также прямо сейчас у вас перед глазами в финальной заставке к этому ролику. Приятного и полезного вам изучения моего творчества. Продолжение следует...